Наследие Карамзина На ежегодной Всероссийской научно-практической конференции подводятся не только итоги изучения карамзинского наследия, но также выявляются белые пятна и сложные вопросы его духовной и творческой биографии. В этом году моя тема будет посвящена Карамзину и Франклину. Это такой несколько необычный сюжет. Если мы посмотрим на деловую этику Карамзина, мы видим, что там очень многое есть с Франклином. Как и Франклин, Карамзин был человеком успеха. Это очень любопытно для русского литератора, потому что, как сам говорил Карамзин, наша литература уходит с умой и куликою, плохая наживость с ней. Карамзину удавалось успешно с точки зрения финансов продавать свои произведения. Ему удавалось быть успешным на литературном рынке. Карамзинская эпоха постоянно в поле зрения ученых. Предметом изучения становится в первую очередь взаимоотношение Карамзина с его современниками. Их связывала самая тесная дружба. Муравьев, например, к истории государства российского редкие книги из своей библиотеки давал Карамзину. Конечно, он всегда понимал, что Карамзин масштабнее и на закате жизни. Мой Михаил Никитич написал, хотя Карамзину державину неравен, но в обществе певцов российских не бесславен. Карамзин – это редко бывает вообще-то между несколькими разновеликими писателями. Казалось бы, он всю жизнь очень тепло относился к Муравьеву. 18-я конференция завершила ежегодную декаду отечественной истории в Ульяновской области. Ее организаторами по традиции выступили Ульяновская областная научная библиотека, региональный центр изучения наследия Карамзина и Ульяновский педагогический университет. Ирина Антонова, Данил Сурков, Новости Уллправда ТВ.